Мне кажется, что Гакель и был необыкновенным человеком. Биография его была совершенно необычайной. Он родился в 1874 году в Виркутске в семье военного инженера. И ещё ребёнком переехали они в Кронштадт, а в 18 лет, закончив реальное училище, он поступил в Санкт-Петербургский электротехнический институт. На третьем курсе Гакель был привлечён по делу о революционной типографии, осуждён, но условно ему была предоставлена возможность завершить обучение в институте, а в 1898 году он был сослан в Якутию, на Лену, оказался в Бадайбу. И вот там молодой инженер стал строителем одной из самых первых в России гидроэлектростанций. Он был её проектировщиком, строителем, а затем и эксплуатационником. Все пять лет он пробыл в ссылке, вернулся в 1903 году в Петербург. И снова на острие технической мысли того времени он строитель первого петербургского трамвая. Через несколько лет строительство было завершено, Гакель получил крупную премию и вдруг вложил её, совершенно неожиданно для близких родственников, вложил в своё новое увлечение в строительство самолёта. Это 1909 год. Документы, находящиеся в архиве Академии наук СССР в Москве на улице Вавилова, раскрывают, какой кропотливый и долгий путь был к первому самолёту Гакеля. Это подлинники оригинальных материалов работы Якова Модестовича Гакеля. Датируются они 1909 годом. Первые карандашные наброски проекта самолёта ЯМГ. Здесь расчёты весовые, расчёты лётных характеристик, расчёты двигательной установки. Всё это сделано карандашом от руки самим Яковом Модестовичем. Как интересно работала мысль 35-летнего конструктора. Сначала рисовалась коробка крыльев, выбиралось количество поверхностей, одна, две, а может быть три. Искалась форма крыла в плане, в поперечном разрезе. Гакель применил и в том и другом случае параболу. Казалось, самолёт будет устойчивее. А вот заметьте, решение непривычное крыло, верхнее сдвинуто чуть назад. Лесенькая. И так, шаг за шагом, от расчётов, набросков, рисунков, чертежам. И, наконец, синька. И дата 9 июля 1909 года. В том же 1909 году начал выходить журнал библиотека воздухоплавания. Вот его первый номер. Декабрь 1909 год. И в этом первом номере мы видим статью «Аэроплан инженера Гакеля». Кстати, автор, главный редактор этого журнала, инженер Борис Никифорович Воробьёв. Статья подробно рассказывает о существе этого аппарата и о работе над ним. Вот фотографии мастерской, где строился этот самолёт. Удачи с первым самолётом Гакеля не было. Вывезенный на лётное поле летом 1909 года, он при первой же пробе мотора неожиданно вспыхнул пожар и самолёт сгорел. Неудача была и со второй машиной Гакеля, построенной через несколько месяцев. Ей не удалось подняться в воздух. Однако Яков Модестович не отчаивался. И в начале 1910 года была построена машина, которая принесла ему большую известность. Гакель-3. У неё совершенно неожиданно для большинства образцов того времени закрытый, обшитый полотном фюзеляж. Таких машин не было даже во Франции. Ну вот что любопытно. Вот в книге Вадима Борисовича Шаврова говорится о том, что первый в России официальный полёт был на самолёте Гакель-3. 24 мая 1910 года. В журналах «Вестник воздухоплавания», которые подробно описывали то время и всю авиационную жизнь нашей страны, ничего не встречается об этом полёте 24 мая. Зато говорится о первом полёте в Киеве. Инженер Кудашов построил самолёт и 23 мая взлетел на нём. Понимаете, я думаю, что очень трудно в истории техники и науки объяснить всегда частный успех того или иного человека. Слишком много случайностей влияет на это дело. Но мне кажется, что есть некая закономерность в появлении такого человека, как Гакель. Во-первых, он получил очень солидное образование. Да. Начнём с этого. Да, он кончил институт. По существу, он мог быть одно из лучших учебных заведений того времени. Это технический институт, который по ныне существует при Инграде, как Лет-Зи. Второе. Он был изобретателем, который, как показывает опыт истории, плодотворно работал в разных областях техники. Он был связан с созданием первой трамвайной системы в Петербурге. Затем он занимался самолётами и был удачным конструктором самолётов. После революции он занялся конструированием тепловозов. Да. И также был очень успешным в этой области. Это был, я бы сказал, очень важный для своего времени пример изобретателя, который мог результативно работать в разных областях техники. Сейчас таких людей очень мало. Словом, поговорив очень горячо с Ольгой Глебовной, с женой, он вдруг побежал, и мама только нам сказала, помашите, папе вот сейчас полетит. И вот через некоторое время самолёт поднялся и полетел на аэродром. Взял несколько кругов, опустился, и Ахмадеевич уже прибежал обратно, и тут все кричали «Ура!» и бросали шапки. А потом к нему подошёл молодой офицер. Это был, как потом оказалось, поручик Ильихнович, который очень хотел летать, и которого не допускали к полётам, потому что он был близорук, ходил в Кенсне. И вот при помощи Яхмадеевича ему удалось как-то добраться до официальных инстанций, ему разрешили сдавать экзамен на пилота. Он его сдавал на самолётах Гакеля, и так вот много-много лет он был пилотом самолётов Гакелев. Прямо, а как он долго разбегался, этот самолёт? И сразу же отрывался от земли? Нет, мне кажется, он очень недолго разбегался. У меня впечатление, что теперешние самолёты разбегаются дольше. Но у них очень большая мощность, они очень тяжёлые, на них сотни пассажиров. А тогда пассажиров не было. Два места было в аэроплане, в самолёте. Но Яхмадеевич летел один. Потом уже, у него же было девять самолётов в течение всего времени, пока он мог этим заниматься. И вот в альбоме вы, наверное, видели «Альбатрос», любимый последний самолёт Яхмадеевича. Там уже сидят двое. Там и Лихнович летит, и на месте пассажира сидит Борис Мадеевич, брат Яхмадеевич. Это один из последних снимков. Я старалась в этом альбоме, который я постепенно-постепенно собрала, к сожалению, уже после кончины Яхмадеевича я собирала. Так что тут нет комментариев, которые могли бы быть. Вот на последних снимках тут как раз виден «Альбатрос» в полёте. Красивый самолёт? Очень красивый. Потом, когда уже спустился самолёт, сделав несколько кругов, Яхмадеевич опять подбежал к маме, и она его спросила, ну сколько? А он сказал, 800 метров, Олечка. Ну ничего, будет тысячи. Речь шла о высоте? Да. Самолёт участвовал в различных испытаниях, брал призы, получал медали, и Гакель представил доработанную конструкцию, названную им уже Гакель-7, представленную на военный конкурс. Гакель связывал с этим конкурсом большие надежды, и, стратив на свои конструкции все свои личные средства, он очень нуждался. Получив приз конкурса, он смог бы продолжить работу. Но, увы, хотя Олег Нович выполнил всю программу конкурса, денег Гакель не получил. Из-за отсутствия конкуренции. В Центральном государственном военно-историческом архиве мы встретились с немалым количеством интереснейших документов, связанных с деятельностью Гакеля. Вот любопытный документ. На бланке Яков Модестович Гакель, инженер-электрик. Телефон номер 5902, Санкт-Петербург, 7-я Рождественская, 4. И подписано Гакелем. Его превосходительству господину заведующему электротехнической частью инженерного ведомства. Это предложение о приобретении его аэроплана военному ведомству после, как он пишет здесь, удачных опытов. Причем говорит о преимуществах своего аппарата перед самолетами «Формана». Шасси настолько прочен, что выдерживает без повреждения удара при весьма резких спусках. Аппарат пускается в ход одним лишь летчиком. Это, кстати, довольно новое свойство самолетов. И скорость полета моего аппарата превышает скорость «Формана» — около 90 км в час. Говорится о успешных испытаниях первого оригинального русского аэроплана, уже летающего с пассажиром. Несмотря на успешные полеты машины «Гакель-7», конструктору никак не удалось пристроить их для серийного производства. При том, что были назначены даже специальные испытания, и компетентные лица в августе 2012 года зафиксировали полное соответствие самолета «Гакеля» требований. В 1912 году «Гакель» построил еще две машины. Были они, по-видимому, замечательные. Во всяком случае, отзывы о них и в журналах, и в прессе самые лучшие самолеты ставили даже всероссийские рекорды. Олег Нойч имел высотный рекорд. Но в конце 2012 года оба эти самолета стали отказывать при испытаниях, барахлили моторы их. И в декабре неожиданно они сгорели вместе с ангаром. Через несколько лет к «Гакелю» пришел механик того аэродрома и признался, что он был подкуплен одним из летчиков конкурирующей фирмы. По-видимому, была диверсия. Вот в книге Шаврова так и говорится, что на этом Яков Модестович «Гакель» прекратил свои работы в авиации. Но прекратил ли? Ну вот здесь, в архиве Академии наук, нам дали совершенно неожиданный для меня материал. Речь идет о проекте самолета пассажирского, выполненного в 1922 году. То есть в том самом году, когда «Гакель» уже занимался больше тепловозом. Когда речь шла в его биографии главным образом уже о создании первого отечественного тепловоза. Нет, оказывается, и тогда «Гакель» не мог смириться с тем, что авиация развивается без него. Биплан «Гакель-10». Очень красивых форм, на 15 пассажиров, 3 мотора по 250 лошадиных сил, полетный вес 4,5 тонны, скорость 160 км в час. Прекрасный проект. Думается, весьма интересный для того времени. Екатерина Экальевна, вот в этой старой ленинградской квартире вы сохраняете память об отце? Ну, многое, конечно, утрачено за много лет. Но несколько осталось от кресла, в котором я сижу. Это кресло Яков Могащича. Это его рабочее кресло? Ну, нет, это кресло для отдыха, в котором он очень редко сидел. Он, большей части, дома сидел за письменным столом, если не было гостей. Но если были гости, он играл на рояле, пел, танцевал, играл на скрипке. И вот эта лампа, да? И вот эта лампа, да. Это из подарка, который сделали ему товарищи по постройке трамвая. Генрих Осипович, граф, все другие. На Биваре есть все фоксимели. И вот эта лампа, только он был очень недоволен, что не было выключателя. Но он сам сделал, видите, такую пупочку. Очень удобный выключатель. Вот эта фарфоровая пепельница с утками, это тоже всегда стояла на песне на столе у Яков Мадеевича. И он еще иногда в шутку говорил, эти утки, это три сестры Успенские. Они очень дружны. А вот эти фотографии? А, это мои родители, Яков Мадеевич, Ольга Глебовна, и мои деды, Мадест Васильевич. Отец Яков Мадеевича, строитель маяков и других береговых сооружений. И отец моей мамы, писатель Глеб Успенский. Красивые люди, правда? Красивые люди, правда? Красивые люди, правда? Красивые люди, правда? Красивые люди, правда?